Настоящая женщина хочет выглядеть безупречно абсолютно всегда, будь то прогулка с собакой или поход в спортзал. Так как рубрика у нас о спорте, сегодня мы поговорим о макияже для спортзала. Уместен ли он и каким он должен быть? Если глобально да или нет, нет. Я категорически против макияжа в спортзал и на этом миллионы миллиардных причин, потому что в принципе это вещи несовместимые. Кожа наша в зале работает абсолютно в автономном режиме, она настроена на поддержание каких-то естественных процессов, которые с нами происходят, когда мы тренируемся. Особенно это связано с кардиотренировками, потому что при сжигании жира кровообращение работает совсем по-другому и кожа будет отторгать любую косметику. Косметика будет окисляться, она пойдет пятнами в любом случае, она начнет плешивить, то есть в некоторых местах ее просто не станет, в некоторых местах она станет темнее, в некоторых светлее, выделяется пот, жир, косметика плывет, мы краснеем страшно, потому что, ну это опять же при условии, что мы пришли туда тренироваться, а не делать 38 селфи в большом зеркале зала. Поэтому если красится или не красится, не красится, ну при условии, что действительно это жизненно необходимо, либо опять же это, допустим, какие-то съемки в спортзале, допустим, снимают тренера в фитнесе, ей нужно хоть как-то выглядеть. Если она будет заниматься, в любом случае она будет краснеть, это неизбежно. Тогда я бы обратила внимание все-таки не на полноценные продукты для тона, а, допустим, подправить зону вокруг глаз, добавить немножечко хайлайтера, добавить немножечко румя и причесать брови, можно быть, подкрасить ресницы. То есть, в принципе, если некоторые мелочи подправить грамотно, картина, то есть фокус убирается с каких-то несовершенств, и лицо уже выглядит гораздо свежее, и некоторые недостатки на лице, которые были, они станут менее заметны за счет того, что лицо, в принципе, в общем плане станет намного свежее, аккуратнее, и кожа будет светиться. Я бы советовала, допустим, если это тренировка между встречами, полностью снять макияж перед тренировкой, и изначально, то есть с нуля вообще накраситься после тренировки. Это тоже можно сделать абсолютно легко, буквально за три минуты, если иметь в своем распоряжении грамотно составленную косметичку из там буквально четырех продуктов пальцами, абсолютно легко, то есть на это не нужны ни одной кисти вообще, не надо. Это тонирующее средство, которое подходит вам, причем лучше выбирать для таких целей полупрозрачное средство, которое пальцами нанеся при нехорошем свете, то есть у вас будет меньше ошибок в этом случае, если средство полупрозрачное, и оно идеально подобрано под цвет вашей кожи. Это корректор для зоны вокруг глаз, это тушь для бровей, это бальзам для губ, это румяна и матирующие салфетки, потому что я, допустим, небольшой поклонник пудры. В спортзале понятно, что вряд ли я буду думать о том, как у меня выглядят губы, когда я выжимаю последнюю какую-то тягу, поэтому гигиеническая помада должна быть всегда на губах, потому что если сухо, то сразу хочется с ними большинство девушек что-то делать, кусать, поэтому всегда намазаны тремя слоями, как мазью, чтобы не было никакого искушения их погрызть. Субтитры сделал DimaTorzok